Всем привет друзья, сегодня покажу как установить программы EPC и WIS Я уже показал вам как установить программу WIS отдельно, то есть кому нужно установить только WIS, можете установить только WIS Ссылку на это видео оставлю в описании, а кому нужно установить и EPC и WIS, то всё будете делать как в этом видео В конце видео я перезагружу компьютер и покажу вам, что без проблем работает и с WIS и нет никаких проблем с портом Для работы с OpenPort мне не нужно там ничего исправить, изменить имя порта и так далее и так далее Всё я это в конце покажу, обязательно посмотрите видео до конца Также перед тем как начать установку я хочу рассказать вам кратко для чего нужна программа EPC и для чего нужна программа WIS EPC это электронный каталог оригинальных запчастей Mercedes-Benz То есть для любых автомобилей Mercedes-Benz можно посмотреть код оригинальной детали независимо это автобус, грузовик, джип и так далее Вот например WIS код моего автомобиля и вот справа детали, а слева уже оригинальный код Вот например давайте выбирать передняя часть кузова и опора радиатора допустим И вот справа мы видим оригинальные запчасти, а слева уже оригинальный код этой запчасти Нажимаем на запчасти и вот слева уже появляется оригинальный код и по этому коду уже мы можем заказать оригинальные запчасти Mercedes-Benz WIS это информационная база по ремонту легковых грузовых автобусов Mercedes-Benz для европейского и американского рынка И для примера, например выбираем как заменить масло в АКПП 722.9 Автоматическая коробка, ставим галочку, выбираем все и нажимаем запустить поиск Вот замена масла автоматической коробки передач и масляной фильтр, нажимаем известно И вот здесь подробно показано как заменить масло, все детали, коды Все здесь подробно написано как заменить масло, например То есть вы можете любую работу найти здесь и сделать самостоятельно А сейчас давайте начнем установку программы EPC и WIS Программы мы устанавливаем на Windows 10 64 бит Также хочу показать вам, что до установки программы EPC и WIS на диске C было свободно 79 ГБ После установки уже на диске C свободно 29 ГБ То есть для установки программы EPC и WIS нужно 50 ГБ свободного места Открываем папку EPC Выделяем вот эти пять файлов Правый клик, подключить В папку EPC нажимаем правый клик и запускаем от имени администратора Здесь выбираем язык который нам нужен, в нашем случае это русский Далее Нажимаем далее Нажимаем далее Снимаем галочку, готов Заходим в программы И на Evo Admin Tool правый клик Дополнительный запуск от имени администратора Продолжить Продолжение следует Нажимаем Нажимаем выход Нажимаем выход Открываем Internet Explorer Нажимаем Нейты Забежим ОК. Нажимаем ОК и заходим в программы конфиг java security и здесь нажимаем вот и копируем вот эту строку, вот это адрес. Правый клик копировать. И вот здесь правый клик Ctrl V вставить. ОК. Продолжить. ОК. И запускаем ЕПЦ, ставим галочку запустить. Заходим в настройки и выбираем язык, который нам нужен. В нашем случае это русский. ОК и все. У нас уже программа на русском. Вот все оригинальные коды запчастей. Закрываем ЕПЦ. Закрываем ЕПЦ и опускаем Интернет Эксплойер. Запускаем ВИЗ. Ставим галочку запустить. Закрываем настройки и выбираем язык, который нам нужен. В нашем случае это русский. Перезагружаем ВИЗ. Вот на русском. Все. ЕПЦ тоже на русском. Закрываем Интернет Эксплойер. Правый клик. Дополнительно. Расположение файла. И правый клик отправить на рабочий стол. Имя пишем, например, ВИЗ ЕПЦ. И на этом все готово. Друзья, также после установки я хочу вам показать, что работает вот OpenPort. Если вы кодируете, обязательно подключите зарядное устройство. Очень хорошее зарядное устройство. У меня батарея постоянно разряжается. Подключите зарядное устройство. Ссылку на обзор оставлю в описании под видео. Так вот OpenPort подключен. Давайте включим запись. И давайте, например, подключим Vidiama. Вот OpenPort. Пробно подключаемся к один из блоков. Например, IC24. Окей. Все, как видите, без проблем. Выключаем. Также можем включить X-Centry. Расход 3-4 Ампера. А если я выключаю зарядку. Давайте я выключаю зарядку. И посмотрим. Потребляет уже 8 Амперов. То есть зарядка очень помогает. Вы в это время зарядите батарею и кодируете автомобиль. Потому что все потребители включены. Давайте еще раз. 7 Амперов. Включаем зарядку. Включаем зарядку. Включаем зарядку. 5,7 Амперов. Включаем зарядку. Включаем зарядку. А здесь уже 1,8 Амперов. Эта зарядка очень помогает, если все еще не смотрели обзор, то обязательно посмотрите, очень хорошая зарядка Открываем замок зажигания, выключаем кондиционер, можно выключить экран также Свет можно выключить и уже шесть с половиной пойдет Мерседес Бенз Заряд идет 5,6 амперов Кстати, кулер выключился, постоянно с правой стороны работает дольше, чем с левой стороны Потом это тоже будем разбираться Далее Вот, у нас мы уже подключились, вот, как видите, все в порядке Закрываем программу И запускаем админ Пароль вы уже ставили сами Давайте запустим EPC Вот, без проблем, EPC работает ОПЕН ПОРТ Сейчас тоже подключен Вот, ОПЕН ПОРТ подключен Турбонагнетатель Вот, здесь все оригинальные коды Все трубки Вот, все, все, все здесь есть И вы можете посмотреть все оригинальные коды Вот, подающий маслопровод и так далее, и так далее Все здесь вы можете посмотреть и узнать оригинальный код запчастей И вот, закрываем И вот, ВИС ВИС, это тоже очень полезная программа Здесь можно посмотреть, как все сделать И все, что можно узнать про автомобиль Здесь есть, например, как менять масло в АКПП, в двигателе и так далее, и так далее Здесь все есть, вот, ВИН-код Если кому надо, напишите в комментариях Ставьте лайки, подписывайтесь, комментируйте Все ссылки в описании Всем спасибо и удачи на дорогах